Творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяна Салмановна Ну что, пойдемте туда, в мою спальню, ближе к моему волшебному балконе, видео я поставила загружаться Видео загружает, запишите, что 19 минут будет загружаться Ах, эти фудоги, ах, эти красотки, красотки-фудоги, эти девочки, эти фудоги Ну что, сейчас посмотрю Ох, как здесь, красиво, да, вроде как-то, вроде и так красиво Включи на балконе, включи на моем балконе Ах, бросаемся в океан любви Представляете, открыла книжку, а, у меня есть немножко страничка вот эта вот, ну да Искусство радостной жизни Представляете, открыла книжку Книжка из моей библиотеки Натальи Правдиной Большая книга женского счастья Вот Узнай, стань, получи Бросаемся в океан любви Хорошо, наверное, все-таки, ближе, знаете, вот этому К шикарному, знаете, к шикарному, к шикарной погоде Ближе к балконе Раньше такая погода была только в августе, и то несколько дней Погода нас балует Как в жарких странах Что, где была эта моя штучка? Куда здесь нужно мне организовать в моем балконе? Сейчас организую Крепочка из нашей библиотеки Крепочка из моей библиотеки Ну да, я не смогу Раз, я не смогу Значит, сейчас я буду Ты делаешь Тарел Lesова Лишь тогда вот так поставить, бросаемся в океан любви, а какая погода, какая шикарная погода Я подвинула, мне все-таки нужно чуть дальше отодвинуть, смотрю как это пейзаж, более красиво Я себя засняла, здесь вот так, может быть более будет Ну что? Искусство радостной жизни, о любовь! Как много в этом слове заключено сильнейшей энергии Энергии созидающей, творящей, захватывающей нас своей беспредельной силой А тот, кто хотя бы раз в жизни не испытывал, не истывало вдохновения, экстаза, существования, которое дарит вам любовь Может сказать, зря жил на этом свете Известны исторические примеры того, как молодые люди рисковали своей жизнью, чтобы провести всего одну ночь с любимой Любовь Любовь Это роскошь человеческого существования Это страница 152 Здесь у меня пара страниц вырваны, потому что мне не нужны были там, как зачитала Хотя не надо было, конечно, из книжек Страницы не советую вам вырывать, поскольку, знаете, теперь они там где-то лежат, вот, а так я подумала, в общем, на самом деле, нужно, конечно, выписывать это побыстрее, думаю, знаете, это подчеркнуть, вот это там для моего, для моего видео, такие вот дела. Любовь – чудесная страна. Заповеди счастливой любви. Это страница 156. Заповеди счастливой любви. Правило номер один. Самое главное – любите себя. Уж сколько раз твердили миру о важности любви к себе, но поток писем от недовольных своей жизнью все не прекращается, поэтому я буду писать об этом вновь, вновь и вновь. Как любить себя? Вот о чем чаще всего спрашивают меня читатели. Ну что ж, начнем все с самого начала. Ну, Наталья Борисовна, наверное, знает. Больше 10 миллионов экземпляров она продала книг. Я представляю, сколько у нее писем. Представляете? Вот она пишет. Чаще всего спрашивают ее, как любить себя. А любимые, драгоценные мои, самый главный человек в вашей жизни – это вы. Да, у всех нас есть наши чудесные мамочки, жены, мужья, дети. Это прекрасно. Однако самый главный человек в вашей жизни – это вы сами, пишет Наталья Правдина. И не говорите мне ничего об эгоизме. Почему? Да потому, что пока вы не научитесь быть счастливыми сами с собой, ваши мамочки, жены, мужья, дети не будут счастливы с вами. «Счастливый и просветленный человек становится настолько привлекательным, радостным, милым и гармоничным во всех отношениях, что само его присутствие есть благодать». Представляете? Ещё раз надо прочитать. Вот какие-то жемчужины, жемчужины. Ох, даже такой и ветерка особого нет. Ну, немножко, знаете, наверное, там как-то вот эта лох погода какая. Как я любила жаркие страны, как я любила Таиланд. Я была дважды в Таиланде. Вот. Тепло. Я даже, между прочим, кондиционер не включала. Я там жила вот в отеле, помню, как говорится, знаете, вот в этом, как там, в Паттайе. Ну, я там в других отелях, а в общем, в Паттайе. Я помню, что даже ночью кондиционер не включала. А что, я открывала, открывала окно. Как-то меня раздражал, как холодный воздух, наверное. Сейчас бы я с удовольствием кондиционер бы включила. Вот. А по тем временам, представляете, такая жара. Все-таки, понимаете, вот эта погода. Я была, знаете, и в Испании, и в Италии, и на Кипре, и в Тунисе, и в Доминиканской республике, и в Таиланде. И все-таки, знаете, как говорят, Италия чудесная страна, и вообще жаркие страны, они какие-то, знаете, там люди такие более расслабленные, какие-то, вроде, вот, сиеста. Знаете, солнце, теплое море, в общем, искупаться, на солнце позагорать. В общем, как-то вот оно, что-то в этом есть. Что в этом такое магически привлекательное. Я бы сказала, наверное, там живут люди, которые больше наслаждаются собой, не знаю, там, любят ли они больше себя, я не могу их ждать. Но вот какое-то, понимаете, одно дело, когда холодно, в общем, не знаю, там снег вообще, знаете, там какая-нибудь слякотная осень. Знаете, а когда тепло, когда тепло, днем на пляже, загорелый вечером променадик. Так что вот, счастливый и просветленный человек становится настолько привлекательным, радостным, милым и приятным во всех отношениях, что само его присутствие есть благодать. Счастливый человек обладает редчайшей способностью изливать свое счастье на других. Два раза. Прочитаю еще раз. Счастливый человек обладает редчайшей способностью изливать свое счастье на других. Для всего этого совершенно, для него это совершенно естественный процесс, как дыхание, и поэтому с ним хотят общаться все, и неважно, как вы выглядите или как одеты, люди вас любят, обожают, стараются прикоснуться, удержать рядом. Ага, опять появилось слово любовь, отлично, как только мы начинаем любить себя, нас совершенно автоматически начинают любить все больше и больше число людей, разве же это ни к чему, разве, разве же не то, к чему все стремятся, вы же этого хотите, не так ли? Ну что, убедила я вас любить себя, мои хорошие, это значит никогда не позволять унижать себя. Читаю еще раз, это значит никогда не позволять унижать себя, это значит уважать свои желания, свои мечты и мысли. Это значит ставить свои интересы выше общественных, тогда общество будет вас обожать. Может быть это парадокс, но это истинная правда. Любить себя, это значит перед принятием важного решения всегда спрашивать себя, свое единственное, неповторимое, уникальное сердце, душа моя, хочешь ли ты этого? Если у вас возникает неприятное чувство, какое-то покалывание, дискомфорт, то ни в коем случае не делайте этого, даже если это очень важно по каким-то соображениям. Сколько раз я убеждалась в этом, будьте очень внимательны к сигналам своего тела, а к сигналам своего сердца, потому что оно никогда, никогда, никогда не ошибается. Только позвольте ему говорить, не забивайте его, свое сердце, общепринятыми истинными и оправданиями. Недавно я пришла по рекомендации в одну фирму, которая занималась оформлением документов. Все вроде бы было хорошо, люди были вежливые и приветливые, офис современный и приятный. Человек, работавший со мной, выглядел безукоризненно, а мне вдруг захотелось уйти оттуда, как можно быстрее. Более того, у меня было такое ощущение, что если я останусь здесь еще хоть на 5 минут, то со мной что-то случится. Мне было тяжело, я чувствовала себя дискомфортно, просто ужасно. Я-то знаю, что мое сердце ни с того, ни с сего вести себя не будет так. И что же я сделала? Я с милой улыбкой, используя первый попавшийся предлог, забрала свои документы и вылетела оттуда, как пробка из бутылки. На следующий же день мне сообщили, что фирма эта пользуется очень дурной славой и занимается тем, что обманывает своих клиентов. Кто меня предупредил? Мое драгоценное, уникальное сердце, которое может чувствовать и предвидеть то, что скрыто от глаз. А я полностью доверилась ему и, как всегда, оказалась абсолютно права. Это страница книжки «Большая книга женского счастья» Натальи Правдиной. Страница 158. С вами я, Татьяна Салмановна Мактум, Сайфудин. Моя творческая студия позитивного мышления, силы и позитивной мысли. Доверяйте себе, доверяйте своему сердцу, и вы всегда будете в выигрыше. И наоборот, если вам что-нибудь очень-очень-очень хочется, то сделайте это, несмотря ни на что. Поверьте мне, я знаю, значит, это было и есть и будет важно для вас. Пусть это выглядит нелогично, нерационально, неприлично, даже невыгодно. Но обязательно сделайте это. Это нужно вам. Вы этого хотите, значит, этого хочет ваша душа, ваше сердце. А оно уже знает, что для вас лучше. Вот что пишет Элизабет Профит. Если Бог вложила в мою душу это желание, то значит, это желание божественное. Правильно, любить себя, значит, полностью, абсолютно доверять себе. Доверяя себе, вы доверяете Богу. Смотрите как. Доверяя себе, вы доверяете Богу. Бросаемся в океан любви. А сейчас мы переходим к самому главному. Это глава, я понимаю, здесь написано «Любовь чудесная страна», здесь бросаемся. А, ну это да, это, как говорится, да. А сейчас мы переходим к самому главному, к тому, чему, собственно говоря, посвящена вся эта книга. Когда мы любим себя, мы любим Бога в себе. Когда мы любим себя, мы любим Бога в себе. Отрицая, не любя себя, мы отрицаем и не любим Бога в себе. Как только мы понимаем, осознаём это, наша жизнь, наша жизнь, о возлюбленной моей преображает. Мы понимаем, что радость, любовь и счастье присущи нам с рождения Просто надо вспомнить об этом Вспомнить и возрадоваться Что мы-то оказывается очень и очень важны в этой удивительной мистерии жизни В этой удивительной мистерии жизни Какие волшебные слова Мистерии любви, мистерии изобилия Мистерии любви, мистерии изобилия Важны потому, что мы часть создателя А эта часть, в принципе, заключает в себе всё Важны потому, что мы часть создателя А эта часть, в принципе, заключает в себе всё Ну, интересная фраза, она так написана, я дважды её прочитала В нас самих заключается любовь и радость, и блаженство, и знания, и бессмертие Поверьте, поверьте в это Это так, я знаю Упражнение для повышения самооценки Начинайте прямо сейчас Начните прямо сейчас, не откладывая на потом Это быстрое, несложное и приятное упражнение Скажите вслух или про себя Если вы едете в транспорте, такие могущественные слова Я чудесное проявление жизни Я ценность в глазах божественной любви Я радость людей И моё любимое выражение Я просто прелесть Я просто прелесть Ох, да Я просто прелесть Ну что, следующая страница Правило номер два Правило номер два Татьяна Соломановна Не забываем наслаждаться собой, жизнью, шикарной погодой Это, конечно, великолепно Я уже это читала Наталья Правдиной Я читаю это ещё раз Так что, вот В рамках моей творческой студии Позитивного мышления Всего позитивные мысли А так я это читала Вот, и такие вот дела А так вообще, вообще просто шикарно В общем, наслаждаюсь Вот, чем читаю и наслаждаюсь Тем более мы с вами выяснили Какой самый задаваемый вообще вопрос Натальи Правдиной Вот это о любви к себе Ох, здесь много всего интересного Упражнение для наполнения себя любовью Упражнение для расширения состояния любви Я источник любви и радости Я свет и сила Я свет очень любви во Вселенной Ну хорошо Взращиваем любовь к себе Будем считать Что любить себя мы уже научились Если у вас остались сомнения на этот счёт Вернитесь, пожалуйста К правилу номер один Который я только что вам прочитала Правило номер один Если вы забыли, вернитесь Правило номер один Самое главное любить себя Теперь приступим К бережному и чуткому взращиванию Трепещущего Трепещущего Росточка нашего Нового отношения к себе На этих ранних стадиях развития Он наиболее чувствительный К постороннему воздействию И требует постоянного Взрыхления почвы И подпитки Что же мы с вами Вырастим, друзья мои Я знаю и поэтому Заранее радуюсь за вас Мы взращиваем мощное Упругое и надёжное дерево На многочисленных ветвях которого Растут наши таланты Радости Новые возможности Новые возможности Встречи и удачи Вот что мы Вырастим с вами Только берегите свой нежный росточек Никогда не соглашайтесь С уничижительными Оценками в свой адрес На любые Посягательства На вашу уверенность в себе И любовь к себе Отвечайте утверждению О своей исключительности И замечательных способностях В трудных случаях Говорите про себя Я прекрасное, радостное, божественное создание И бессмертное Я прекрасное, радостное, божественное Свободное и бессмертное создание Вы знаете, я даже как-то ответила Так вслух одному мужчине Он растерянно замолчал Он не знал, как реагировать На такое заявление Это была первая победа За ней последовали другие И со временем это стало нормой жизни Когда вы всерьез любите себя То победа становится нормой жизни Дальше развиваем состояние любви к себе И расширяем его Любите свое тело Любите свой голос Любите свое отражение в зеркале Даже утром после вечеринки Всегда И состояние любви Стает вашей второй натурой Называйте себя ласково по имени Никогда не позволяйте Даже самому себе Обидных замечаний Собственный адрес Утверждайте Утверждайтесь в состоянии умиротворения Безусловно Все это не означает самолюбование Отнюдь Нарсицизм нам ни к чему Любить себя Значит постоянно работать над собой Не так давно Мне пришлось прочитать одну книгу Где говорилось о том Что нирвана Это скучно И жизнь становится Намного интереснее Если приходится преодолевать трудности И решать проблемы О нет, мои дорогие Нирвана Это процесс А не застывшее величие Пусть каждый день Приносит вам Какую-то маленькую победу над собой Признаюсь Что С самых юных дней Моей жизни Я договорилась Сама с собой Что каждый день Буду становиться Все лучше и лучше И я постоянно Следую этому правилу И мне очень приятно Что мои читатели Это замечают Уважаемая Наталья Вы излучаете Тепло и свет Ваши книги Читают Все мои знакомые Друзья Приятно Что в наше время Существуют Счастливые люди И не просто существуют Но своим счастливыми Флюидами Заражают И заряжают Всех вокруг Спасибо вам Наталья Недавно Мой дорогой учитель Япченхай Подтвердил Что Путь к просветлению Причем Единственный Заключается В том Чтобы каждый день Делать что-то Что помогает Стать лучше Добрее Красивее Сострадательнее И умнее Для этого Мы начинаем Жить Осознанно Учимся Видеть красоту Мира И не переживать Из-за Приходящих Трудностей Каждый момент Жизни Уникален И его надо Уметь Использовать Для себя Исходя Опять-таки Из любви К себе Любя себя Мы улучшаем Наш мир Итак Смотрите Что получается Мы с вами Каждый день Налаживаем Отношения С собой Работаем Над собой Радуем себя И вот В один Действительно Прекрасный День Мы понимаем Что нам Хорошо Это страница 162 Читаю Про любовь Про любовь К себе А третий принцип Наполняем Ох Какие Вообще Просто Жемчужины Наполняем Мир Любовью Аффирмации Все Что я делаю Очень хорошо Я Само Совершенствую Во всех Отношениях Моя Любовь Растет Во мне И Приносит Мне Счастье И Успех С вами Я Татьяна Салмановна Мактум Сайфидин Моя Творческая Студия Позитивного Мышления Силы Позитивной Мысли 20 июня 2021 Год Продолжение следует...